В Находке полицейские задержали мошенников-гастролёров, обманывавших пенсионеров по всему Приморью. Двое мужчин в возрасте 19 и 20 лет действовали по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Так с 1 по 15 августа этого года только в дежурную часть Находкинской полиции обратились с заявлением 12 местных жителей. Ущерб, причинённый пострадавшим, превысил 3,5 миллиона рублей. «С 1 августа моей 75-летней бабушке, которая живёт в городе Находка, позвонили неизвестные. Позвонили мошенники, сказали о том, что её единственная дочь попала в ДТП, находится в больнице и ей требуется много денег на лечение. Через какое-то время, да, и запретили при этом звонить по маминому телефону, по телефону её мужа. Ну, якобы там никто не ответит. При этом ей дали послушать какой-то женский голос. Женщина с хрипами, сообщала о том, что ей очень плохо. Бабушка подумала, что это мамин голос, говорит, был похож. И через какое-то время к ней пришёл человек, представившийся сотрудником полиции, который забрал у неё 95 тысяч рублей и комплект постельного белья. Ну, это объяснилось тем, что мама находится в больнице, и ей это нужно. Когда всё выяснилось, мы, ну, естественно, обратились в полицию». Следователям отдела МВД России по Находкинскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Фигурантов уголовных дел заключили под стражу. «Приношу извинения всем пожилым людям, которые страдали из-за мошеннических действий с нашей стороны, с моей и моего пандельника. Я очень сожалею, что пошёл на этот шаг. Если бы был выбор, я бы этому делал больше». Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.